Арсеналы и командиры России выиграли билеты в один конец и помогают им в этом лотерейке Storm Shadows. Кремль запустил сценарий шантажа и давление Путин вскрылся и исчез. Новостные карты дня раскрываем здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Еще один прилет летит. Это взрывы. Именно наши. Малина наша взрыва. А это Курская область. Все горит и взрывается. И помогают в этом Storm Shadows, которые эффективно и прицельно бомбят позиции российских оккупантов. По крайней мере, об этом сообщают телеграм-каналы. Россияне в истерике ужасе говорят, что вы, что вы, мы все сбили. Но последствия, которые мы видим по видео и фото, доказывают совершенно обратное. Вот так и работают и Атакамсы, и Storm Shadows. Или, как сказал бы Сергей Шойгу, Storm Shadows. Но его уже никто не спрашивает. Закатали губы враги в губки на последний раз в жизни. Взрывы и густой дым. В СУ разбомбили командный пункт группировки войск Север Белгородской области. Об успешном ударе по оккупантам сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По информации ГУР, местных жителей окутал густой черный дым. В населенном пункте не обошлось и без громких звуков взрывов. За каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное справедливое возмездие, напомнила ГУРМОУ. А почему важно бить именно по командным пунктам врага, напоминает в нашем эфире военный эксперт Александр Мусиенко. Им нужно рассосредотачиваться, потому что объектов много. Они их прикрывают, но не всегда могут сбить летящие цели. У них много систем ПВО, но и многие такие системы уже уничтожили силы обороны Украины. Теперь об этом ударе. Это командный пункт, обеспечивающий группу войск Север. Его обнаружили и нанесли удар. Это важно, потому что такие командные пункты являются важными объектами. Удары по ним приводят к нарушению координации группировок. Возникают проблемы с передачей приказов, подтверждением информации. Поэтому очень важно уничтожать такие командные пункты россиян. Ведь чем больше у них будет хаоса, тем больше будет и проблем. Поэтому нужно срывать связь и бить по командным пунктам и логистике врага. Об отправленных на концерт Кобзона оккупантах губернатор Белгородской области настоящий Гладков, которого преследуют настоящие беды, решил, конечно же, умолчать. А вот о разнесенном дронами в хлам заводу по производству беспилотников промолчать не смог. Правда, при этом, традиционно соврав, мы все сбили. А это просто операция дрон-обломок. Да-да, именно она. В Белгородской области России в ночь с 19 на 20 ноября беспилотники атаковали завод компании «Эфко», официально специализирующийся на производстве пищевой продукции, как будто бы. Но, по данным украинских источников, на самом деле производящие грузовые дроны для нужд российской оккупационной армии. Информацию об атаке и выбранной цели подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. А такими звуками и картинами была насыщена ночь жителей поселка Котово. Стрельба и взрывы ночь напролет напоминали им о том, что именно их диктатор Путин развязал войну против нас. И вот таким образом она возвращается на их территорию. Ночь на 20 ноября для жителей Новгородской области РФ выдалась неспокойной. В районе Котово были слышны взрывы, а также стрельба. Россияне наблюдали и вспышки. Местные власти привычно заявили про отраженную атаку беспилотников и отсутствие жертв и пострадавших. А российское независимое издание «Астра» со ссылкой на местных жителей заявило, атака была на 13-й арсенал «Грау», расположенный в поселке Котово. Атаку дронов на арсенал, расположенный примерно в 680 километрах от границы с Украиной, подтвердил также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. На 13-м арсенале «Грау» хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО «Град», смерч и ураган, а также ракеты «Искандер». Их Кандеровский аналог КН-23, зенитные ракеты КС-300, С-400 и боеприпасы для комплекса ТОР. Перечислил Коваленко запасы 13-го арсенала «Грау», уже точнее бывшие запасы. Местные власти и тут заявления о поражении арсенала почему-то не делали. Губернатор Новгородской области Андрюша Никитин ограничился расплывчатым заявлением об уничтожении нескольких беспилотников, отсутствии последствий на земле, конечно же, и работе силовиков на месте. Однако власти Котовского сельского поселения, похоже, далеко не так безграничны и свято верят в бесславную российскую ПВО, как губернатор Новгородский. И к тому же видят собственными глазами отсутствие последствий такой атаки. Поэтому из поселка они вывезли население. Эвакуация проведена, люди вывезены в безопасные места, отмечено в заявлении местной власти. В то же время российская Минотбитых в этот раз не только ночь, но и вечер напролет сбивала беспилотники Божьей Кары. Всего около сотни целей. Поздно вечером 19 ноября Минотбитых РФ заявляла, что за неполных три часа якобы сбило 42 украинских дрона. 32 из них якобы атаковали Брянскую область РФ. А ночью на 20 ноября Белоусов и его бригады как будто бы уничтожили еще 44 украинских беспилотника, в том числе 20 дронов над Новгородской областью, 5 над Курской, 4 над Орловской и по 3 над Белгородской, Тульской и Тверской. Два досталось над Брянской, Московской и Споленской. Неплохая география, да и количество впечатляет, анализирует специфику удара в нашем эфире военный эксперт, лечник-инструктор и полковник запасовая СУ Роман Светан. Больше сотни надо БПЛА работать в одномоментно для того, чтобы коэффициент пресечения превысить российские системы противовоздушной обороны. Там по некоторым направлениям есть чуть больше плотность ПВО, но это наши все знают, срисовали уже давным-давно, срисовали эту карту расположения российских ЗРК, боевые радиусы самолетов, время, подлетное время, то есть там целый процесс нужен. Но это авиация, это летчики могут, то есть летчики это знают, как это все прорисовать. Скорее всего, летный состав уже занимается вопросами, в том числе и дальних БПЛА. Ну, видно, рука, по крайней мере, исходя из действий. Больше сотни, когда идут, они нанесут однозначно, там, две трети, две трети беспилотников могут быть сбиты. Это и есть коэффициенты, которые, если их учитывать, то выполняются боевые задачи. То есть где-то треть беспилотников попадает в цель, ну и наносит, естественно, удар, наносит поражение, то, которое мы сейчас видим. Вот уже начался правильный подход, грамотный подход к планированию, ну и к выполнению боевых задач. Паникуют и вводят экстренные меры, оккупанты вводят ПВО из Девпатории ради защиты Крымского моста. Об истерических маневрах врага сообщают партизаны движения АТЭШ. Во время разведки Евпаторийского района агент движения АТЭШ выяснил, что оккупанты перебросили военную технику из системы ПВО в район Керчи для дополнительного прикрытия незаконной конструкции Крымского моста. Это оставило авиаремонтный завод и прилегающий аэродром практически без охраны и техники. Тришкин Кафтан не дать не взять. На территории завода остались только фюзеляжи самолетов и старая зенитная установка ЗУ-23-2, которая, вероятно, предназначена для борьбы с дронами. Ранее на этой территории оккупанты размещали армейскую авиацию, которую позже рассосредоточили по другим военным аэродромам после успешных ударов сил обороны Украины. Мы активно способствовали этим ударам, передавая оперативную информацию, напомнили партизаны. Чем уже только не пытаются укрепить оккупанты незаконный Крымский мост и баржами, и боевыми дельфинами, и собственными телами, но вряд ли это поможет. Напомню, по информации издания Global Defense Corp, Украина планирует уничтожить Крымский мост после разрешения Байдена на применение дальнобойных ракет АТКМС. И этот удар станет как реальным, так и фигуральным, ведь разнесет так называемую гордость Путина. По крайней мере, бункерный маразматик, ведь так хвалится Крымом незаконно аннексированным, ибо нечем же больше. Но и это ненадолго. Тем временем страна-террорист проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины, предупреждают наши разведчики. Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе особо массированного ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. ГУР предупреждает, данное сообщение фейк. Оно содержит типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. В разведке призвали доверять информации только с официальных ресурсов и от пресс-секретарей Главного управления разведки Минобороны Украины. Враг при невозможности покорить украинцев силой предпринимает меры запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими, но при этом не игнорировать, конечно же, сигналы воздушной тревоги. Безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям, отметили в ГУРМО. Но своего рода паники начали поддаваться и посольства наших союзников украинской столицы. Или же действовать по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Четыре иностранных посольства в Киеве закрылись для посетителей в среду 20 ноября после того, как в США предупредили о серьезном риске масштабного обстрела Украины. Около полудня посольство Греции в Киеве также сообщило, что 20 ноября будет закрыто из-за угрозы обстрела. Посольство Испании разослало своим гражданам в Украине письма. В них сообщило, будет закрыто 20 числа. Испанцам в Украине рекомендовали принимать крайние меры безопасности, соблюдать все рекомендации местных властей и находиться вблизи укрытия, пишет агентство ИФИ. О приостановлении приема граждан сообщило и посольство Италии в Киеве. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявление американского посольства, отметил, Да, Российская Федерация накопила много ракет для нового массированного обстрела Украины. Но отметил, что это и без того известный и, увы, ожидаемый сценарий. К российским обстрелам нужно быть готовым всегда. Напомним, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также калибров и баллистики. Для обстрела в России готова авиация и запасы ракет на аэродромах, стратегической авиации, а также складах тоже корабли. Ранее это уже сообщали, напомню, Коваленко. Россияне готовились к обстрелам в холодное время года. Это их тактика. Накапливали ракеты, готовили авиацию, флот. Россияне имеют в своем арсенале разные типы ракет. Информационно сейчас они пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств. Что нужно делать украинцам в данной ситуации? За три года широкомасштабки, а также зная сейчас о наличии в России ракеты планов по обстрелам Украины, инфраструктуре украинцы уже понимают ситуацию. Нужно спланировать свое время и подготовить для себя безопасные места на случай тревоги. Просчитать маршрут и время, за которое до этих безопасных мест можно добраться. Также важно следить за официальными сообщениями, в частности, воздушных сил. Относительно паники, которую пытаются подогревать, еще раз уточню, что Россия готовилась к обстрелам, это часть войны. Планы россиян известны силам обороны. Закрытие посольства США в Киеве связано исключительно с угрозой комбинированной атаки, а не ядерной риторикой РФ, сообщили источники издания РБК Украина. А то ведь многие люди сегодня уже начали полагать, что на планету Земля пришел последний день Помпеи. Погодите помирать, мы на могиле Путина еще потанцуем. На уточняющий вопрос о том, связано ли закрытие посольства США с заявлением России о снижении порога для нанесения ядерного удара, собеседник РБК Украины ответил нет, закрытие посольства связано с продолжающимися угрозами воздушных атак. На ядерные угрозы Путина уже давно все перестали обращать внимание, все адекватные мира сего. Комментируя публикацию России своей новой пересмотренной ядерной доктрины, в Пентагоне заявили, что они удивлены таким решением Москвы, но не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие в Украине. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синк. Они сигнализировали, что намерены обновить ядерную доктрину в течение последних нескольких недель. Это та самая безответственная риторика, которую мы видели раньше, которую мы наблюдали, честно говоря, последние два года. Поэтому это то, за чем мы будем продолжать наблюдать. Но мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине, и мы не видим никаких изменений, которые нужно внести в нашу собственную ядерную позицию. Как сообщил «Голос Америки», Государственный департамент США также заявил, что Штаты не видят никаких оснований корректировать свою ядерную позицию и будут продолжать убеждать Россию прекратить эту безответственную риторику. Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал заявление России лицемерием. Сама по себе изменение этой политики лишь подчеркивает лицемерие России. Россия этим предполагает, что она использовала или могла бы применить ядерное оружие против неядерных государств, если они осуществят такую же агрессию, которую сама Россия наносит Украине и ее народу, заявил Миллер. Российский диктатор Путин, напомню, во вторник подписал указ, расширивший условия для применения ядерного оружия, о котором мы с вами говорили. В частности, в нем говорится, что агрессия любого государства из состава военной коалиции, блока Союза против РФ и ее союзничков типа Беларуси будет рассматриваться как агрессия этой коалиции и не исключает ядерный ответ при обычной массированной атаке ракеты дронов неядерных на Россию. Учитывая очевидную психическую нестабильность Путина, от него, конечно, можно ожидать чего угодно. Но, доставая этот последний козырь, диктатор должен понимать использование ядерки, запустить для него процесс необратимый, процесс тотального конца. Отвернется даже Китай, размышляет эксклюзивно в нашем эфире журналист и главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш. От Путина можно чего-либо ожидать. Он не будет наносить ядерный удар по странам НАТО, потому что он может нанести этот удар по территории Украины. Но это его последний козырь. Он понимает, что после этого никто с ним не будет общаться. Разве что Ким. Даже Китай отвернется от России. Начнется экономическая благата России. С ними никто не захочет работать. Поэтому ядерный удар по Украине маловероятный, но вероятность все-таки существует. Ведь Путин живет в собственном мире. Он не думает о людях, ведь убивает тысячи этой войной. Поэтому он может напасть, но не на сильных. Он не сможет ударить по тому, кто нанесет ответный сильный удар. Россия хочет использовать ядерное оружие в качестве главного козыря во время переговоров, считает Дэвид Сенгер, корреспондент The New York Times по Белому дому и национальной безопасности. Однако в Вашингтоне реакция на новую доктрину Путина была почти безразлична. Чиновники отвергли значимость этой доктрины, назвав ее пустым запугиванием в контексте ядерных угроз. Война в Украине повлекла за собой значительные изменения, привела к огромным человеческим потерям, разрушила миллионы жизней, дестабилизировала Европу и обострила вражду между Россией и США. Но она также приучила Вашингтон и весь мир к восстановлению использования ядерного оружия как главной разменной монеты. Теперь вероятность его использования вызывает скорее безразличие, чем серьезные международные действия, такие как созыв Совета безопасности ООН. Для Путина новая ядерная доктрина является последней из нескольких попыток превратить крупнейший в мире ядерный арсенал в то, чего мир мог бы снова бояться, что окажет ему глобальные влияния, которые пока не может обеспечить его экономика. Мэтью Бан, профессор Гарвардского университета, считает, что да, долгосрочная вероятность ядерной войны несколько возросла, но пока удары возмездия вряд ли выйдут за ореол обычных ответных мер. Фактическая краткосрочная вероятность применения России ядерного оружия не увеличилась. Долгосрочная вероятность ядерной войны, вероятно, несколько возросла, потому что готовность США поддержать удары вглубь России усиливает ненависть и страх Путина перед Западом и, вероятно, спровоцирует российский ответ, который усугубит страх и ненависть Запада к России. На самом деле эффект разорвавшейся ядерной ракеты произведен среди так называемой российской элиты, считают журналисты-публицист Виталий Портников. И запустила этот эффект информация о возможности применения ВСУ ракет западного производства для ударов по территории РФ. Медведев, Песков, Лавров все просто взорвались с ядерными угрозами об ударах возмездия. Показательно, это теперешняя уверенность российских руководителей в том, что речь идет об опасной эскалации, о нападении на территорию их страны после того, как они были уверены, что только они могут бомбить и уничтожать Украину. Но главный вопрос, который хотелось бы задать, пишет Портников для Крымреалии, а почему же сейчас, когда речь идет о Брянской или Курской области, почему удары с западными ракетами по Крыму не вызывали такой иступленной реакции? Так все-таки Крым вернулся в родную гавань или не совсем? Посмотрим на реальные факты, предлагает Портников. С точки зрения российского конституционного права, Крым и четыре других региона Украины такие же субъекты Российской Федерации, как Брянская или Курская область. Но удары по Крыму вызывают лишь раздраженные комментарии и решение перебазировать Черноморский флот России из Крыма от греха, то есть от ракеты дронов подальше, то есть в Новороссийский или даже в находящуюся на территории фактически оккупированной Абхазии, Ачемчиру. А удары по Брянской области, это да, это уже обещание начать Третью мировую войну. «Уверен, случился сеанс саморазблачения. Мы в очередной раз убедились, что Песков, Медведев, Лавров и даже Путин не считают ни Крым, ни Донбасс, ни другие оккупированные регионы Украины, России, ни новой, ни старой, что они воспринимают эту территорию исключительно как плацдарм для поглощения всей остальной Украины. И военные действия на территории этого плацдарма, думаю, тоже воспринимаются ими как естественное развитие событий. По полигону или плацдарму бьют, на то он и плацдарм, а вот в Россию настоящую, а не сворованную, не лезьте, иначе мы применим ядерные боезаряды. И вопрос вовсе не в том, как еще Путин будет использовать ядерный шантаж для того, чтобы удержать Запад от помощи Украине, а как раз в том, что российские руководители, похоже, и сами продолжают считать аннексию украинских территорий политической авантюрой и сами продолжают находиться в уверенности, что их задача защищать настоящую территорию России, а не какой-то там Крым от нападения извне. Для того, чтобы в этом лишний раз убедиться, нужно просто еще раз перечитать заявление после ударов по Крыму и заявление после ударов по Брянской области, и все станет ясно даже тем, кто не хочет видеть государственной границы между старой Россией и украденной Украиной. Но отдавать вписанный в Конституцию новый территориальный реалий Путин не намерен, ведь тогда все поймут, каковы на самом деле были цели его провалившегося империалистического желания возродить Советский Союз. Путин готов обсудить с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но выдвигает ультиматумы. Российский диктатор готов обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает любые значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиции вступить в НАТО, сообщает Ройтер с ссылкой на источники. Пять нынешних и бывших российских чиновников заявили, что Кремль может в целом согласиться на замораживание конфликта вдоль линии фронта. Собеседники издания также заявили, что может быть возможность для переговоров по разделу Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, поскольку, несмотря на заявление РФ о том, что все эти области якобы являются ее частью, войска оккупантов контролируют лишь 70-80% этой территории. При этом, по словам чиновников, Россия может согласиться вывести войска с относительно небольших участков территории, которые они удерживают в Харьковской и Николаевской областях. Два источника также сообщили, что решение президента Шаджа Байдена позволить Украине бить американскими атакамсами вглубь России может усложнить и задержать любое урегулирование и усилить требования Москвы. При этом, если не будет достигнута договоренность о прекращении огня, Россия будет продолжать воевать. Хотя Россия не допустит вступления Украины в НАТО или присутствие войск НАТО на украинской земле, она открыта к обсуждению гарантий безопасности для Киева. Ну, от больных соседей гарантий нам точно никаких не надо. Их мы уже в гробу видали во всех смыслах. Да, на сегодняшний день многое в вопросе завершения войны зависит от Путина. Но от Штатов еще больше, поскольку российский диктатор куда слабее Дональда Трампа и Америки, убежден президент Украины Владимир Зеленский. Своим мнением он делится в интервью Fox News. Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина очень много. Он может это сделать. Он может захотеть и окончить эту войну. Но это также зависит от Соединенных Штатов Америки. Гораздо больше. Путин слабее США. Американский лидер обладает силой, полномочиями, оружием. И он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, нефть. И это нужно сделать. Повлиять на Путина будет непросто. Но я думаю, что если использовать все возможности, которые имеют США, то да, он сможет. Потому что он гораздо сильнее Путина. Он сильнее. Соединенные Штаты сильнее. Экономика сильнее. Деньги. Большие деньги. У США огромное, очень огромное влияние. В то же время, если новая администрация Трампа сократит военную помощь, Украина может проиграть. Предупреждает и о таких рисках Владимир Зеленский. Сейчас этот период, этот момент зависит, я думаю, от нашего единства в Украине. И я думаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе. И что самое важное, единство между Украиной и США, сказал он в интервью Fox News. Если США будут сокращать помощь, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы будем решать, что нам придется делать, сказал Зеленский. Ничего уже не может и не хочет решать Путин. И, как обычно, делает то, что у него лучше всего получается во время колоссальных проблем и катастроф. Да-да, вы угадали, прячется. Путин перестал появляться на людях на фоне эскалации с Западом. Последний раз он появлялся на публике почти две недели назад. После этого Кремль начал создавать видимость работы главы государства с помощью законсервированных отчетов о его встречах, которые в действительности состоялись за несколько недель или даже месяцев до этого. На это обратил внимание телеграм-канал Fairy Daily. Вот и сегодня российские помойки выкатили более чем абстрактное видео, на котором Путин, не пойми когда, встретился с первым вице-премьером Денисом Монтуровым, который проинформировал его, не пойми о чем, о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства. Что это? Но об этом сообщила пресс-служба Кремля и видео это кратенькое также приложило. Практика отложенных публикаций или, как их называют, медиаконсервов о встречах Путина не нова. Она регулярно используется Кремлем, дабы показать непрерывность как будто бы работы диктатора, но в последнее время сроки между реальными встречами и публикациями отчетов о них сильно увеличились, отмечает Fairy Daily. Так Кремль сообщил, что 12 ноября Путин встретился с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. На встрече Путин говорит Васильеву, что его партия активно участвует в подготовке бюджета, хотя он был внесен в Госдуму 30 сентября, а одобрен в первом чтении 24 октября. О работе над бюджетом и поддержке его в первом чтении Путин говорил с руководителем фракции «Новых людей» Алексеем Нечаевым. Согласно сообщению Кремля, встреча прошла 19 ноября, но бюджет уже был принят во втором чтении 14 ноября. Как отмечает Fairy Daily, 19 ноября Нечаев посетил выставку Госдумы, и на фото с нее выглядит совсем не так, как в отчете представленной администрации президента. Похожая история произошла с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. Он выступал в Госдуме в день, когда, по версии Кремля, прошла его встреча с Путиным. Причем, если верить официальному сообщению, Слуцкий говорил с Путиным примерно в одно и то же время со своим выступлением в Нижней Палате парламента. По словам источника Fairy Daily, задержка в публикации законсервированных материалов со встреч Путина на сайте Кремля уже достигает двух месяцев. При этом сам Путин последний раз появлялся на публике 7 ноября на Валтайском форуме. Страх – всегдашний спутник неправды. Вильям Шекспир, Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Спасибо, друзья, что приходите, активно смотрите, комментируете. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. И лайк поставьте, коль вам не жалко. И подпишитесь на YouTube 24 канала. Все это добавляет нам настроение, так вот же позволяет нашим интервью и авторским программам продвигаться просторами YouTube. Приходите к нам завтра, буду ждать вас на этом же месте. Берегите себя, верти вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.